Добрый вечер, дамы и господа! Наша тема разговора посвящена проблеме соединения, пожалуй, самых животрепещущих тем. Это экология, то есть это наш дом, и это то, ради чего мы живем, и конечный продукт, который остается после нас, это духовная деятельность, в данном случае искусство. Вот вы видите сейчас на экране очень такое, мне кажется, интересное явление. Перед нами флаг Земли, согласитесь, трогательно, флаг всей нашей сущности. А представляет он собой снимок, который сделан был Аполло-17, экипажем Аполлона-17, и в осени предназначался для какой-то такой гербовой интерпретации. Ну, посмотрите, как емко и здорово выявлена сущность нашей Земли. Вот так вот новое искусство соединяет в себе, вернее, новая фотография соединила в себе и проблему экологии, и мыслится как настоящее искусство. И вот современная культура, она дает совершенно неожиданные примеры. Вот, смотрите, Бенкси написал вот такую замечательную фразу. Когда кончится, будет срублено последнее дерево, и становится последняя река. И мы поймем, что мы не можем есть деньги. И тогда мы поймем, что когда цитируем старые пословицы, то выглядим как последний дурак или как кретин, да, дебил. Вот, это, по-моему, вот такое вот… Ведь никто не знает, кто есть Бенкли. И вот, можно сказать, сам народ, само человечество кричит нам же, давайте же жить дружно с этим миром. Так вот, проблема экологии, оказывается, это проблема, которая была зашифрована еще в древней ему культуре, культуре палеолиты. И вот мы видим на росписях в Африканской долине Тасили вот эти сцены сражений, битв. Мы видим, как человек взаимодействует с природой, не задумываясь над этим, проводит время среди своей родной стихии. Вот так замечательно мастер запечатлевает. Обратите внимание, как содержательно это искусство, как по-современному выглядит. Дальше, пожалуйста. Вот так вот бесконечным чередой проходят перед нами сцены далекой жизни, настолько далекой, что только искусство донесло до нас аромат, шарм его. Вот обратите внимание, как интересно, вот здесь проявляется художественная сторона такого качества искусства, как синкретизм. Вот синкретизм, это, ну, вы знаете, понимаете, но все-таки акцентирую внимание, это непрерывность, неотторванность, невыделяемость. Посмотрите, эти картины не знают начала конца, не знают пределов. Мир бесконечен в сознании этого человека. Как это замечательно, свободно звучит. Давайте следующий, пожалуйста. Вот мы увидим, что это искусство прямо служит нашей теме, темой экологии, темой охраны животных. Посмотрите на такой революционно найденной в пещере, которая сравнительно недавно обнаружена в 1994 году. Росписи буквально опрокинули наше представление об искусстве палеолита. Мы видим здесь, во-первых, животных, которых уже никто никогда не узнает. Вот здесь бесшерстные носороги сшиблись в поединке. Пожалуйста. Ну вот посмотрите, как традиционно считалось, что искусство палеолита – это искусство в основном такое ближе к статике, которое стремится в основном передать особенности фигур. Так вот, посмотрите, как замечательно стилизует художник, как создает образ очень близкий к современности. Вот посмотрите, эти загнутые, увеличенные по сравнению с естественными размерами рога мультиплицируются, как будто мультфильм перед нами. Художник разговаривает современным языком с нами и создает, мало того, что он создает, предупреждает нас, смотрите, вот при нас были эти создания, а будут ли при вас они, так еще и делает из этого настоящее искусство. Или вот еще одна загадка, но мамонт, но не традиционный, а гладкошерстный или даже бесшерстный, с стилизованными изображениями. И художник мыслит современными категориями. Вот так вот крадется сквозь эти холмы пещерный медведь, который размерами сходил все остальные. И вот художник увидел и графику, и даже, смотрите, такую ласковость его движений, неожиданно легкая. Вот такой чередой двигаются по этой удивительной пещере Шаве, которая еще фактически не вошла окончательно в аналы полиэлитического искусства, но рассказывает очень динамично нам о красоте мира. Вот так вот двигаются они, куда они идут, откуда пришли, кто они, прямо перефразируя Гогена, можно сказать, что вот такая философская концепция осталась нам. Вот такой чередой эти носороги двигаются. Или дальше вот в пещере Руфиньяк, так же без конца и без начала, как катится время, проходит перед нами, увы, уже призраки. Вот образы мамонта, вот такие вот они выразительные были. Обратите внимание, что мы смотрим на эти вещи, и когда разглядываем качество, мы выделяем отдельно. Но на самом деле они вот такой чередой бесконечно идут. И кроме этого, то есть вроде бы не выделяется ничего. И в то же время главный элемент есть, прошу дальше, и главный элемент – это образ женщины, образ вот этих каменных или первобытных Венер. Вот одна из них перед вами. И вот посмотрите, это 15-е тысячелетие до нашей эры. И посмотрите, как современно можно увидеть эту же вещь. Прошу следующей. Вот перед вами Барбара Хеппо создает такой вот образ мать и дитя. Посмотрите, практически одна и та же пластика. Искусство как бы проходит большой круг. И мы понимаем, что вот то искусство было вовсе не примитивно, оно может учить нас. И главным стимулом является сама идея неразрывной связи с окружающим миром. Синкретизм требуется нам. Вот посмотрите, малюсенькая, нефшательская Венера. Как выразительно, как пластически, современно. Вот если бы здесь была этикетка, что это современный художник, никто бы, наверное, из вас и не подумал. И еще один момент, как в малом можно увидеть большое. Вот эта Венера, на самом деле, видите, высота всего 2 сантиметра. Вот такая малышка. А как она выдерживает увеличение, как монументально смотрится. Пожалуйста, дальше. Не случайно Генри Мур, пластика его так близка, эти пластики полиолитических фигур. Вот посмотрите, это полулежащая фигура. Разве не родная она, родственница с тем, что мы видели. Или посмотрите, как это замечательно соединяется с окружающим миром. Вот то, что мы видели, это должна была быть маленькая подвеска, которая висела на груди человека, несколько тысяч лет назад существующего. А здесь монументальная форма, но как логично она соединяется с окружающим миром. Вот такие соединения прошлого и настоящего, которые погружают нас в изысканный мир искусства, мы видим и у древних этрусков, и у Альберта Джакаметти. Посмотрите, даже сюжетика похожая перед нами. И та же пластика, и та же изысканность. Природа всегда представлялась предметом внимания. Но вот античность словно забыла, забыла о природе. Она так влюбилась в человека, что вся природа превратилась в образы человеческие. Вот видите разные варианты флоры. И вот это отношение к окружающему миру, оно так и осталось. Вот традиция античности, она не ушла с античностью, а продолжает существовать и в нашем сознании. Казалось бы, это замечательно. Но посмотрите, природа превратилась в человека. Красиво, поэтично, замечательно. Вот тут вам и вот эта грациозность, чувственная грациозность Боттичелли, и вот такое вот изысканное движение у Николая Пуссена. Но посмотрите, природы здесь нет. Здесь есть люди, которые, так сказать, не растворяются, а скорее растворяют природу. Это европейский подход. А вот Азия. Посмотрите, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись, говорят. Ну, и действительно есть разница. Если в европейском искусстве мы видим вот такое гомоцентрическое превалирует начало, то вот этот первобитный философский синкретизм на Востоке как-то удивительно продолжает существовать и в более поздние времена. Вот здесь вот, видите, династия Тан, закончившаяся в начале X века, посмотрите, как замечательно это искусство весной на горной тропе. Ну, европейец бы изобразил то, что на горной тропе идет какой-то человек и рассказал бы о нем, а природа была бы фоном. А тут нет этого. Вот композиция как составляющая часть художественного образа в европейском искусстве вырывает из окружающего мира. И это работало очень хорошо. А вот на Востоке она скорее соединяет. Вот смотрите, напевая в пути, кто напевает, чего напевает. И только потом, разглядывая, вы видите во всей этой бездне живого мира маленькие фигурки людей, путников, которые напевают в пути. Какая гармония мира, какое единение и здесь также. Пожалуйста, дальше. Вот сам принцип картины, как отличается картина по-европейски – это то, что отрывает из окружающего мира. Художник начинает с того, что долго смотрит, как разместить на законченном формате. Вспомните, в первобытном искусстве этого нет. Художник как сплошным ковром покрывает все то пространство, которое имеет. У него нет начала, нет конца. На Востоке то же самое. Вот такой замечательной бесконечной чередой идут эти вот иностранные посланники. Или вот так вот ученые со слугой на горной террасе. Где здесь этот ученый? Где слуга? Вот они маленькие внизу находятся. А главным является единство вот этого маленьких людей с большим гармоничным миром. И вот посмотрите, европейцы. Та же фактически тема. Видите, двое разглядывают природу. Но как по-разному. Как концептуально художник выделяет свою идею. Замечательную идею. Но все это замечательно, пока мир безбрежен и бесконечен был у нас с вами. Давайте дальше посмотрим. Вот так вот почти как по-восточному у Каспара Давида Фридриха чередой уходят куда-то с вечерним бризом. Уходят эти корабли. Или вот так в дым китают эти горы. Но опять-таки, посмотрите, это конкретная гора. Это конкретное место берега, где провожают корабли. Прошу. Так было генеральная линия. Но в европейском искусстве тоже были какие-то удивительные парадоксы. И вот в частности, наверное, не так это известно. Я не уверен, что все знают английских акварелистов. В частности, семейство Козенс. Вот Александр Козенс, смотрите, делает пейзаж буквально несколькими мазками. И получается фантазийный пейзаж, который очень близок к восточному. И здесь вот нет этого акцента, выделения своей идеи, навязывания его. Хочешь – смотри, не хочешь – проходи дальше. Вот посмотрите, есть ли здесь герой. Так же, как и в восточной миниатюре, в китайской миниатюре. Прошу дальше. То же самое встречаем и в искусстве Персии. Вот здесь вот перед вами на этих двух миниатюрах мир предстает таким прекрасным такой мозаикой сложения красивых цветов, которые живут как бы сами по себе, лишь только напоминая о природе, о жизни. Главное здесь то, что вообще в мусульманском искусстве утверждается – не отобразить мир, не прокламировать в визуальных формах, а поделиться с красотой мира, с многообразной красотой мира. Вот как здесь вот у нас у султана Мухаммеда или дальше. Вот смотрите, Джунейд Хамай – это замечательная такая декоративность. И интересно, что Европа тоже хотела этого. И были вот такие параллельные пути, которые призывали нас соединиться с окружающим миром, не подавляя его. Вот посмотрите следующий кадр. Перед вами шпалера, европейская шпалера XIV века, мельфлёр, красавица, дама со служанкой и единорогом. Не чувствуете ли вам та же связь? Дама-то есть и носороги, единорог есть, но нет в этом выделения. Они словно растворяются в той божьей красоте, которая неспослана нам с вами. Не по-современному ли это звучит? Эта тема многообразия красоты будет идти параллельно во всем европейском искусстве. Вот Миле при Рафаэлит изображает Офелию. И тот же, так сказать, по-новому интерпретированный мельфлёр, то есть тысячи цветов. Но как здесь всё-таки навязчиво вот этот образ прекрасной Офелии. Вот Хобема создаёт великолепный пейзаж, по которому невольно… Это, пожалуй, одно из самых таких страстных пейзажных изображений природы. Посмотрите, это вот Медельхарнис, местечко. И буквально он приглашает, затягивает нас эта дорожка с такими какими-то обветренными деревьями. Ну, прекрасно, но здесь только так. Вы можете только так пройти, и не иначе. Он выбрал, он нашёл, и он предложил. Прекрасная идея. Но вот эта навязанность, она и, может быть, отличает это искусство от такого пантеистического взгляда восточной живописи. Ну, вот ещё новые. Приходят новые масштабы, новые соразмерности, новые ритмы. Причём они зародились давно, далеко, ещё в XVIII веке. Пиранезия обрушивает на нас вот такой какой-то индустриальный ритм. Это вообще-то не завод, не фабрика. Более того, это вроде бы даже и тюрьма. Но, посмотрите, тюрьма с фабрикой как бы соединяется в нашем сознании. И вот перед вами то, что потом будет поставить вот эти проблемы экологии. Менцель, железопрокатный завод. Вы словно ощущаете вот это адское пламя этой вот индустрии того времени. И вот как символ, как старое и новое соединяются в единое целое, вот из этого вот пантеистического взгляда, фантасмагорического смешения красок вырывается к нам наша новая техника. Хотя сделано ещё, посмотрите, в 1844 году дождь, пар и скорость. Эта работа Тернера как бы предлагает нам влиться в современную культуру.